Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как перестать бояться, что бросит парень? Прям внутри все сжимается и тревожность, когда ссоримся. Традиционно страх быть брошенным проистекает из такого непринятия некоторого себя отвержением. Подторжения, обесценивания, нелюбви. То есть, вот, человек, который боится, что его бросил, он себя. Обесценивает, он к себе относится не очень, мягко говоря, хорошо такой человек. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы в первую очередь разобраться, увидеть то, где и как вы себя обесцениваете. В частности, ваши ссоры с молодым человеком происходят в том числе из-за того, что вы боитесь быть дручными. И, соответственно, какие-то эмоции, да, какие-то чувства вы выражаете несколько, несколько... Ха-Ха-Ха-Ха-Хаотично... ...Я бы так сказал. Вот. То есть, это именно такое вот хаотичное выражение чувств. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, чего конкретно в брошенности вы боитесь. Ну вот конкретно, буквально, чего вы боитесь, что вас пугает. То есть, следующим пунктом идет, скажем так, предметизация страха. То есть, страх нужно опредметить, максимально опредметить. Вот. Чтобы вы понимали, чего именно вы боитесь, чтобы вы понимали, что для вас являются нежелательными обстоятельствами, скажем так. Вот. И, соответственно, что вы можете сделать для того, чтобы этого не произошло. При том, что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что речь не идет конкретно о том, что вас может бросить парень. На мой взгляд, а вы боитесь несколько другого. То есть, вы, ну, возможно, боитесь как раз-таки как-то столкнуться. Может быть, может быть, с самой собой боитесь столкнуться с самой собой. А вы боитесь почувствовать шпопа. Вот. Ну, то есть, что-то боитесь почувствовать в себе. И молодой человек нужен вам для того, чтобы иметь возможность, например, в нем, ну, как-то раствориться, например. Ну, вот. Соответственно, конечно, когда вы пытаетесь нам раствориться, ваше подсознание, вот, скажем так, бульдует. Соответственно, который, будет. А вот. И, соответственно, возникают 40 конфликтов, как такой вот элемент сабабаза, скажем так. То есть, когда, по сути, вы сабостируете сами свою модель поведения. Важно понимать, на мой взгляд, важно понимать следующее. Что от страха, да, не нужно избавляться. Ну, превансные слова. На мой взгляд, вам нужно дополнить, добавить, если угодно. Себе что-то, вот, что-то, чего сейчас, на данный момент вам не хватает. Вот. То есть, посмотреть, чего вам не хватает. Посмотреть, как вам не хватает. Вот. И, соответственно, тогда уже корректировать свою жизнь таким образом, чтобы иметь и получать то, в чем вынуждаетесь. А вот, скорее всего, ну, абсолютно естественным образом, то есть, абсолютно нормально. А вот. Ну, то, что вы, вот, хотите чего-то, да, абсолютно нормально. То есть, то, что вынуждаетесь в чем-то, в чем-то. Вот. И так далее. То есть, я думаю, я думаю, я думаю, по крайней мере, как-то так. Можно вам ответить на вопрос, на ваш. Что бы еще, я добавил, это обязательно поисследовать психологическую игру. Скандал. Скандал. Вам. Необходимо. Вот. Потому что так вам будет более понятно, как вообще происходит процесс конфликта, ссоры и так далее. А вот. То есть, то есть, ну, вам это вот, в данном случае, в случае, необходимо. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. По крайней мере. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. сформулировать наши базовые постулаты. Да. Для психотерапии. Вот. То есть, вы сможете что-то сделать. сформирует для меня обратную связь. Или для другого психолога, с которым вы хотите, ну, захотите поработать. Это, в данном случае, не так важно в данном случае. Вот. Ну что. Спасибо вам самого доброго обращайтесь за помощью. Будем рады вам помочь.